Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. За достойную старость в Краснодаре открыли дополнительный корпус Государственного центра по уходу за пожилыми. Хотели показаться в лучшем виде, но не получилось. Арендаторы адлерских пляжей получили последнее предупреждение от главы Сочи. Бабочки, долгоносики и мотыльки, но их в Сочи не ждут. На курорте началась борьба с вредителями. Танго, фокстрот, ча-ча-ча и пасадоболь – эти танцы сегодня были самыми популярными в Сочи. Сюда прибыли танцоры со всей страны. На Кубани создадут специальный фонд для завершения долгостроев. Он заработает после того, как будут внесены поправки в 214-й федеральный закон. Об этом на встрече с дольщиками заявил первый заместитель губернатора края Андрей Алексеенко. В следующем году в Краснодаре планируется продолжить возведение трех масштабных долгостроев. ЖК «Мир», «Луч» и «Заря» строила одна и та же компания. Людям должны были начать выдавать ключи от законных квадратных метров еще три года назад. Но со своими обязательствами застройщик не справился. А сейчас генеральный директор компании находится в СИЗО. И рассматривается вопрос о банкротстве фирмы. Все литеры уже изучила специальная комиссия, которая постановила. Серьезных нарушений нет. В первую очередь это восстановление проектной документации, разработка в полном объеме рабочей документации, изготовление исполнительной документации и, соответственно, определение итоговой стоимости завершения строительством объекта. Впоследствии уже это будет понятно, объем недостающих средств и компенсации в соответствии с краевым законом и сферами. Свои квартиры ждут более 1200 дольщиков. Причем львиная доля квадратных метров – это небольшие студии, в которые жители в свое время вложили последние деньги. После встречи с Андреем Алексеенко люди воспряли духом и даже предложили варианты, как распорядиться коммерческой недвижимостью, под которую в домах отведено по два или три этажа. На этом можно разместить социальные объекты. Не так давно губернатор говорил о том, что весли не хватает, детских царей и тому прочее. Но полтора тысячи квадратных метров, я думаю, что есть чем занять. Благодаря вмешательству кубанских властей в регионе ситуация с обманутыми дольщиками идет на спад. Удается найти для продолжения строительства инвесторов, привлекаются краевые и даже федеральные средства. За достойную старость в Краснодаре открыли дополнительный корпус государственного центра по уходу за пожилыми людьми. Учреждение сможет принять до 50 человек. Они получают полноценные присмотры и круглосуточную медицинскую помощь. С первыми постояльцами сегодня встретился губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Самым молодым из них 70 лет. Но они активно занимаются физкультурой, пишут картины и вообще рассказывают, что свободного времени остается немного. Насколько вы себя ощущаете здесь комфортно, вам хорошо здесь? Вы чувствуете себя, что здесь ваш дом? Отношения очень отличные. Отношения буквально санитарочки, повара и все относятся с уважением к нам. А нам это очень важно. Вы знаете, вот песня молодым, везде у нас дорога, а старикам у нас почет. Вот важно, чтобы мы не только пели, а вот так жили. Поэтому вам здоровье главное. Здоровье, продолжайте жить. Продолжайте жить и радоваться жизни. А мы максимально постараемся в этом помочь. Главе региона показали новое оснащение. Все сделано по последнему слову техники. Как признаются сами сотрудники, больше это похоже на санатории. После небольшой экскурсии Вениамин Кондратьев пообщался со социальными работниками центра по уходу за пожилыми людьми. В Краснодарском крае 97% детей-сирот обрели новые семьи. Это одно из важнейших достижений социальных работников региона. В профессиональный праздник их наградили в Краснодаре. Благодарственные письма и медали за выдающийся вклад в развитие Кубани руководителям интернатов, специалистам центров занятости и начальникам отделов Министерства соцразвития вручила заместитель губернатора Анна Менькова. Она рассказала, что руководство региона высоко ценит работу каждого труженика соцблока. В крае их 30 тысяч. На ваших плечах сегодня полтора миллиона человек. Это, безусловно, гигантская нагрузка. Мы отдаем себе отчет, какая сложная у вас работа. Сегодня полтора миллиона человек – это инвалиды, пенсионеры, ветераны, дети из многодетных семей, малообеспеченные семьи. На самом деле нуждаются в том, чтобы вы в буквальном смысле взяли их за руку и сделали их жизнь лучше. Вы выбирали свою профессию сердцем. Я абсолютно точно в этом уверена. И я хочу вас поблагодарить за то, что вы эту работу делаете. Ну, отлично. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сегодня наградили и отличившихся на краевом этапе конкурса лучших работников учреждений социального обслуживания. Два победителя отправятся представлять наш регион на всероссийском этапе в Москве. В Краевом парке автомобилей, скорой помощи и пополнение современный спецтранспорт получили в 8 районов Краснодарского края. В чем особенность новых машин и куда они отправятся ради спасения жизней, узнаем у наших коллег из Краснодара. Почти 6 тысяч выездов в сутки. Ежедневно бригады скорой помощи спасают наши жизни. Ночью, выходные и праздники без отлагательств. Оперативность зависит не только от профессионализма врача, ловкости водителя, но и оснащенности спецтехники. Благодаря социальному партнерству Каспийский трубопроводный консорциум выделил свыше 30 миллионов рублей на приобретение 11 машин скорой медицинской помощи. Автомобиль новый, оборудование еще не все распаковано, но уже понятно, что укомплектованы скорые по последнему слову техники. Здесь есть все необходимое для оказания первой помощи пациенту по пути в госпиталь. Это электрокардиограф, дефибриллятор, а также аппарат искусственной вентиляции легких. Кроме того, есть приборы для измерения пульса, уровня кислорода и глюкозы в крови. Новые кареты скорой помощи назвать каретами язык не поворачивается. Современный внешний вид и полная комплектация внутри. В них есть даже кондиционеры, что в условиях жаркого южного климата уже спасение. Все для комфорта врачей и пациентов. Вручить ключи от автомобилей сотрудникам скорой помощи приехала заместитель губернатора края Анна Менькова. Она отметила, что качество и мобильность техники в деле спасения играют ключевую роль. Оценивают нас очень часто, скажем, по качеству оказания медицинской услуги, а именно по скорости доезда машины. И вот этот золотой час, который мы обязаны с вами выдерживать для того, чтобы спасти человека, сегодня для нас приоритет. Мы понимаем, что качество скорой медицинской помощи должно быть очень высоким. И обновление машин должно быть своевременным и необходимым. Я хочу поблагодарить наших социальных партнеров Каспийский трубопроводный консорциум за то, что они с нами в этом смысле смотрят в одном направлении. За то, что они наши верные помощники и друзья на протяжении уже многих лет. Для Каспийского трубопроводного консорциума поддержка здравоохранения является одной из приоритетных задач. Мы недавно посчитали и обнаружили, что за пять лет частная компания, которая является КТК, вложила почти с учетом этого года, 2019 года, почти миллиард рублей в здравоохранение во всех регионах присутствия компании. Счастливыми обладателями сразу двух машин скорой помощи стали отделения Кавказского, Динского и Крымского районов. Остальные неотложки отправились в Абинский, Кореновский, Красноармейский, Тбилисский и Усть-Лабинский районы. Спецтранспорт особенно ждали в отдаленных поселениях края. Ольга Петрова заботливо распаковывает и раскладывает свой медицинский инвентарь в полученном подарке. Она работает врачом на скорой уже 28 лет. Говорит, порой к пациенту приходится ехать десятки километров. Новые неотложки позволят выиграть время на пути к больному, а в случае госпитализации безопасно доставить его в клинику. Наша работа – это работа и в дождь, работа и в холод, работа и в жару. То есть эти машины – это просто находка для наших фельдшеров. Автомобиль экстренной медпомощи оборудован к тому же навигационным оборудованием ГЛОНАСС, что позволяет бригаде прибыть на вызов по кратчайшему маршруту и существенно сократить время ожидания помощи. Татьяна Троян, Артур Завада, Кубань-24, Краснодар. Сочинские полицейские задержали двух граждан, находящихся в розыске. Это лишь один из итогов профилактического мероприятия «Правопорядок». Акцию «Все лето в Сочи» будут проводить полицейские совместно с ОМОН и Росгвардией. Цель – предупреждение правонарушений и преступления, а также профилактика ДТП. В полицейские в ходе мероприятия «Правопорядок» выявили около 150 водителей, стекла автомобилей которых были затонированы. Большинство из них исправили нарушение на месте. Остальным было выдано предписание на устранение неисправности. К административной ответственности привлечены три водителя, которые передвигались по городу без прав. А сотрудники уголовного розыска задержали двух граждан, находящихся в розыске по уголовным делам. Помимо этого, при личном досмотре пассажира одного из авто у него был обнаружен подозрительный сверток. Предположительно, наркотик. Вещество отправлено на экспертизу. В отношении перевозчика возбуждено уголовное дело. Хотели показаться в лучшем виде, но не получилось. Разоблачили. Арендаторы Адлерских пляжей сегодня получили последнее предупреждение от главы Сочи. Почему? Выяснила наша съемочная группа. Полоса отвода РЖД, которая должна быть буфером между железной дорогой и пляжем, сдана в аренду. Здесь под высоковольтными линиями установлены торговые павильоны, кафе и мини-гостиницы, что недопустимо без согласования с муниципалитетом. Достаточно вспомнить пожар прошлым летом в одном из таких объектов, где погибли люди. Глава города требует привести полосу отвода в безопасный вид. С нами присутствует транспортный прокурор, который видит это все. Мы специально его пригласили, чтобы он своими глазами все увидел. Как я уже сказал, мы ждем, когда транспортная прокуратура сделает объективное заключение о законности нахождения этих объектов, о безопасности нахождения этих объектов, и будем принимать меры. Меры будут приняты в отношении арендаторов пляжа. Они бывают разные. Те, которые работают ответственно, соблюдают нормативы. Есть зонты, шезлонги, но не прямо у моря. Треть пляжной полосы свободна для тех, кто пришел со своим ковриком. Есть и душ, и бесплатный туалет. Претензии к другим арендаторам, которые активизировались буквально перед обходом главы. Исчезли водные аттракционы, куда активно зазывают посетителей, и вдруг появились спасатели, которых отдыхающие раньше здесь не видели. Курортники просили Анатолия Пахомба не верить нерадимому арендатору пляжа. Нет, нет. Вообще картинка сегодня очень отличается. Те, кто начал сезонную работу с обмана, отметили власти города, продолжать ее на пляже в микрорайоне Чкаловский не будут. Наша полномочия расторгать договор, либо давать какое-то время на исправление, либо расторгать договор и искать нового арендатора. Что мы будем делать в ближайшее время в отношении пляжа, который находится в поселке Чкаловский. Жалуются люди на то, что проход к пляжу закрыла стройка. Ее еще в начале обхода обнаружил глава города и вызвал все соответствующие службы, чтобы проверить, есть ли у застройщика разрешение. Что это такое? Объясните мне. Прямо на нашу дорогу уже ходит, а? Что это, я спрашиваю? Почему это? Для туристов на самом деле очень неудобно. То, что вход на центральный пляж закрыли. Мы не один год уже здесь отдыхаем, постоянно ходили, а теперь нам приходится обходить очень вокруг много. Да, есть неудобства. Самостроито на улице просвещение или нет, установит комиссия. А главному художнику города дано поручение помочь арендаторам пляжных территорий благоустроить зоны отдыха, сделать их более яркими и привлекательными. Через 10 дней повторная проверка. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ В Сочи продолжается активная борьба с насекомыми. В первую очередь специалисты пытаются уберечь от вредителей символ курорта пальмы. Регулярная обработка необходима для сохранности растений. Насекомые-вредители, пальмовый мотылёк и пальмовый долгоносик по-прежнему представляют большую опасность для зелёных насаждений курорта. Спасти растения поможет своевременная обработка, проводить которую необходимо буквально в каждом дворе. Администрация проводит обработки скверов, парков, территорий вдоль дорог, всех свободных муниципальных неразграниченных территорий. Также ведётся работа с управляющими компаниями, с отраслевыми предприятиями, с санаториями, крупными предприятиями, на которых есть зелёные насаждения, с тем, чтобы они также обрабатывали зелёные насаждения от вредителей на своих территориях. Особенное внимание необходимо уделить частным территориям. Халатное отношение собственников к зелёным насаждениям на своих участках может привести к необратимым последствиям. Пальмовый мотылёк у нас занял практически территорию Адлерского и Хостинского района. Отдельными очагами встречается в Центральном и Лазаревском районе. И, безусловно, на сегодняшний момент состояние насаждений таково, что принятие мер, оно просто крайне важно и требует незамедлительного решения. Во избежание радикальных мер борьбы с насекомыми, то есть вырубки растения, необходимо проводить тщательную и своевременную обработку пальм. Специалисты просят сочинцев проявить инициативу. При обнаружении паутины, объединенных пальмы и других признаков заселенного насекомыми растения, нужно обращаться в управляющие компании, Департамент по охране окружающей среды или же напрямую в Россельхознадзор. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. С 20 по 23 июня. Жемчужина. Вход свободный. К другим новостям. Сегодня свой день рождения отмечает герой России Павел Сюткин. Участник Великой Отечественной войны сегодня принимал поздравления в торжественной обстановке. Сюткину 97. Павла Сюткина гости мероприятия приветствовали стоя. Для города, да и для всей страны он личность легендарная. Сюткин ушел на фронт добровольцем в 42-м и прошел путь от Брянщины до Восточной Пруссии. Пять раз горел в бронемашине, пережил ранения и контузию. На его груди несколько десятков медалей. Орден Красного Знамени, Александра Невского за боевые заслуги, а еще золотая звезда героя. С 97-летием Павла Сюткина сегодня поздравлял Совет ветеранов, воспитанники военно-патриотических клубов, учителя. Присоединился к десяткам сказанных теплых слов и глава Сочи Анатолий Пахомов. Он действительно всю свою жизнь сегодня отдает и все свое здоровье воспитанию подрастающего поколения. А как это важно сегодня? Не для Павловича, конечно. А как это важно для этих ребят, для этих девчонок. Павлу Сюткину 97 лет, но он продолжает активно заниматься военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Я не могу оставаться в тени, как говорится, а мне хочется активно участвовать во всей мероприятии районного, городского масштаба. Наши встречи с молодежью, с учащими, со студентами, с моряками, с пограничными солдатами, то есть с тем поколением, которое хочется передать то чувство духов патриотизма, чтобы они были такими же, как мы. Печальную дату начала Великой Отечественной войны в Сочи вспомнят минутой молчания. 22 июня ровно в 4 утра на мемориале в Завокзальном районе пройдет митинг, приуроченный ко Дню памяти и скорби. Участниками станут воспитанники военно-патриотических клубов, представители молодежных общественных организаций и, конечно, все желающие жители и гости города. Пришедшие на мемориал зажгут свечи в память о миллионах жертв войны. Также в этот день, но уже в 11.45, там же на мемориале состоится торжественное возложение цветов и венков, а после минуты молчания. В это же время в сквере у Хостинского ЖД вокзала почтят память героев хостинцев, погибших в годы Великой Отечественной. 22 июня Сочи присоединится и ко всероссийской акции «Горсть памяти». С места захоронения братских могил воинов возьмут по горсти земли, чтобы отправить в историко-мемориальный комплекс в Подмосковье. Землю поместят в специальные контейнеры – солдатские кесеты. В рамках акции «Горсть памяти» такие кесеты соберут по всей стране и за рубежом. Позже их заложат в гильзы артиллерийских снарядов, которые затем с воинскими почестями будут установлены на территории вокруг главного храма Вооруженных сил России, строящегося в парке в Подмосковье. Настоящее театральное представление артисты Зимнего театра отдали прямо в одном из дворов. Впервые в Сочи, в микрорайоне Светлана, на детской площадке показали спектакль с участием профессиональных артистов и музыкантов. Мероприятие организовали в рамках проекта «Площадка нашего двора». Обычно так не бывает, чтобы актеры приезжали к зрителям домой. Это еще сильнее раззадорило малышей. Сегодня можно немного больше, чем в обычном театре, даже поиграть в ручеек со взрослыми, пока актеры не переоделись. Собравшихся интересует один вопрос – какую постановку привез театр. Наша сказка в очень интересном народном стиле, с музыкантами, с живым звуком, в красивых народных костюмах. Эту сказку недавно мы показывали в городе Сухумах в Абхазии. Зрителям очень понравилось, дети были в восторге. Артисты приехали с постановкой Евгения Вильтковского по мотивам народной сказки «По щучьему веленью». Премьерный показ музыкальной сказки состоялся в марте этого года, а теперь герои вышли и на улицы города, чтобы жители смогли приобщиться к настоящему искусству. В восторге от концертной программы остались не только дети, но и их родители. Посмотрите, сколько сегодня детей, как бы все организованы и всем нравится. Я считаю, что да, конечно, надо это делать, чтобы дети просто так не бегали, а были чем-то заняты. Младших просто развлекают, старшие в какой-то мере образовывают, что-то вспоминают, что-то для себя черпают новое. Спасибо ребятам, инициаторам вообще всего этого. Вообще каждый день у нас какие-то новые программы, приходим сюда, первый раз такое видим. Рады, что этим всем занимается семейный театр. Управление культуры администрации Сочи отвечает за 49 летних площадок, на которых проходят массовые мероприятия для детей. Это различные мастер-классы по вокалу, актерскому мастерству и другим направлениям. Абсолютно все дети талантливы. Главное вовремя определить, куда хочет наш ребенок, в какой области он хочет развиваться. Поэтому мы этому будем всесторонне способствовать. Летние каникулы только начались, поэтому главные приключения еще впереди. Организаторы городского проекта «Площадка нашего двора», ставшего ежегодным, заверяют. В планах есть и другие интересные задумки. Пока их держат в секрете, но артисты планируют продолжить свое турне и в других районах города. Эксперты назвали профессии популярные у абитуриентов в этом году. Предпочтения поступающих в вузы и колледжи удивительным образом совпали. Это программирование и медицина. Опрос проводился в 154 населенных пунктах России. Наиболее популярными профессиями у поступающих в университет названы специальности программиста или IT-специалиста, врача, инженера, юриста и учителя. Те, кто собирается поступать в колледжи, рассказали о желании учиться на программиста или IT-специалистов, медсестру, медбрата или фельдшера, повара, дизайнера и бухгалтера. Напомню также, что российские вузы планируют к 2021 году начать выдавать дипломы в электронном виде. Поймать свою птицу удачи в Сочи планируют полсотни молодых хоккеистов. На ледовой арене «Шайба» в Олимпийском парке продолжаются тренировки участников программы «Твой шанс». 50 молодых хоккеистов приехали в Сочи из разных регионов страны. Все прибыли, как выражаются тренеры, в разной кондиции. Поэтому две недели спортсменам давали и кардионагрузку, и комплекс по общей физической подготовке. И, конечно, смотрели, на что ребята способны на льду. Участников разделили на две команды. Накануне игроки прошли тестирование и сдали нормативы. Совсем скоро пройдут два выставочных матча. На них приглашены представители молодежной хоккейной лиги. Все хотят, конечно, пробиться, попасть в какой-то клуб, чтобы их заметили. Но для того и создана эта программа, потому что это реально шанс для кого-то, для всех нас. На льду пытаемся сыграться, чтобы была лучшая химия. И, в принципе, готовиться к профессиональным играм, чтобы выступить достойно. И нас заметили с кого-то МХЛ. Также на отчетных матчах будут присутствовать специалисты студенческой хоккейной лиги. У каждого спортсмена есть шанс проявить себя и подписать профессиональный контракт с хоккейным клубом. Ребята, вот некоторые мы уже просто видим, кто и что. Но я думаю, что еще через недельку человек 10-15 могут претендовать прям конкретно уже на места где-то в каких-то командах. Также в программе подготовки у ребят семинары и лекции по работе самой хоккейной индустрии. Те участники, которые не попадут в профессиональные клубы, смогут продолжить обучение и работу в различных отраслях спортивного менеджмента. Танго, фокстрот, ча-ча-ча и пасадобль. Эти танцы сегодня были самыми популярными в Сочи. Танцоры со всей страны собрались на всероссийском турнире по спортивным бальным танцам «Жемчужина России». Этой сочинской традиции уже 22 года. Таиса Соченко. В этих танцах она всего полтора года. Но за это время спортсменка оценила все преимущества своего хобби, которое, как она надеется, перерастет в профессию. Это красиво, зрелищно и волшебно, считает Таиса. Помимо всего прочего, здесь не обойтись без артистизма. Танцоры рассказывают свою историю на языке жестов и движений. Тон, разумеется, задает музыка. Как и изящное платье, кружится, когда мы танцуем. Девочки становятся, как необычные девочки, а как будто они просто заколдовали, они танцуют под волшебством. Мы принцессы. Данила Фомичев на всероссийский турнир в Сочи приехал из города Балакова, Саратовской области. Сегодня он завоевал сразу три награды – кубок вальса, кубок ча-ча-ча и кубок самбы. Как истинный кавалер в строгом костюме и с бабочкой, Данила ломает стереотипы и уверяет – бальные танцы – это спорт настоящих мужчин. Говорят, что это девчачья, но я поняла, что это для мальчиков, потому что там нужны мышцы, сил, чтобы, если виснет партнерство, можно ее поддержать. Спортивные бальные танцы – особый вид искусства и спорта подтверждают тренеры. Тренировки и выступления сопряжены с физнагрузками, поэтому для того, чтобы безупречно выглядеть, нужна отличная физическая форма и выносливость, особенно когда речь идет о скоростных элементах и сложных па, а также о соревнованиях, где, как и сегодня, нужно было исполнить сразу несколько танцев подряд. Важно здесь и выглядеть эффектно. Судьи обязательно обращают внимание и на это. Это эстетический вид спорта, интеллектуальный, поэтому на первом месте здесь все и музыка, и движение, красота, и в костюме, и в макияже, и в прическах. Он развивает и культуру, и физику, и грацию, и пластику, и культуру ношения одежды, и культуру прически. То есть он такой многогранный. Дети, которые учатся танцевать на результаты, поэтому им очень дороги места, им очень дороги вот этот красивый паркет в этом зале. Они приехали показать свое мастерство из разных регионов России. Всероссийскому турниру «Жемчужина России» 22 года, и организаторы в лице Сошинской Федерации танцевального спорта планируют только расширять границы и выходить на международный уровень. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграмме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.